Антон, доброе утро. Очень рада видеть тебя в нашей студии. Скажи, пожалуйста, что за акция «Такая школьная пора»? Акция это благотворительная получается. Мы помогаем малому и многодетным семьям подготовить их ребенка в школу. А сколько вот таких вот семей уже на твоем счету? Ты наверняка с ними знаком. Вот в Якутске сколько семей таких вот нуждающихся? На моем счету около ста семей есть, кому оказываю помощь. А что можно принести вот таким вот семьям? Концтовар, обувь. Обувь, вот это самое главное. Обувь, самый востребованный товар получается. Одежду тоже, наверное, да. Одежду, вещи. А форму школьную? Да, и школьную форму. А вот вещи, они должны быть обязательно новыми или можно принести вот в хорошем состоянии, но уже нужным? Да, в хорошем состоянии очень хорошо было. То есть можно принести, да? И кому и куда следует приносить вот эти вот вещи? Относить вещи надо на Крупская, 19, кабинет 313. То есть в любое время до 25 августа по этому адресу улица Крупская, 19, кабинет 313. 313 можно приносить вещи. Кто может принять участие в этой акции? Вот любой горожанин или может быть это предприятие? А в этой акции все могут принять участие? Не зависит от положения и статуса. Все, кто хочет, тот и хочет принять. Сможет принять участие. Эту акцию мы знаем, что организовал благотворительный фонд «Чарон Добра», который организовал ты, да? Вот как сейчас дела у фонда? Чем вы сейчас занимаетесь? У фонда дела хорошо, все у нас получается. Сейчас хотим участвовать в гранте. Я хочу написать, грант есть уже, у меня есть проект. Вот много леса сгорело в республике, да? А вот то, что сгорел лес, и никто им не занимается. А я хочу заняться сгоревшим лесом. А что сделать с сгоревшим лесом? Убрать его, да? Да, его с корнями вытаскивать, очистить, завести туда землю, чернозем и саженцы посадить. И помогать лесу. С такими темпами у нас в этом году 28 тысяч гектаров леса сгорело. С такими темпами у нас через лет 100 ничего не останется. Ну, я думаю, что с твоей помощью это все может быть быстрее, да, управиться. Скажи, пожалуйста, сколько человек с тобой работает в фонде? Ну, не один же ты. В фонде работает человек от 5 до 8 человек. Постоянно, да? Постоянно, да. 5-8 человек. Ну, Антон, мы еще знаем, что ты по-прежнему убираешь мусор в пределах Якутска, да? Скажи, вот за это лето сколько ты уже убрал мусора? За это лето я убрал, видно, многими. Я перешел с мешков, перешел на мусорные пакеты, потому что они мобильные и очень удобные. Они же рвутся. Нет, они очень хорошие. Прочные, да? Плотные есть, прочные. Мало места занимают и очень хорошие. На данный момент собрал около 800 мусорных пакетов. Ой, так много. Они еще, наверное, большие, да? Многолитровые. Нет, 35-литровые. 35-литровые. А мешки, вот эти пакеты ты покупаешь сами или кто-то тебя снабжает? Я покупал сам, а сейчас меня снабжает замечательный коллектив Статус и Чистюля, коллективная такая есть клининговая компания Чистюля. Они покупают тебе мешки вот эти мусорные и перчатки наверняка, да? Нет, перчатки у меня уже, как я уже один год машу, у меня очень крепкие перчатки. Я трепетер-репар одеваю на руку. Сразу, да? Да, да, сразу. Чтобы не повредить руки. Да, да, да. Вот наверняка, Антон, ты знаешь, какой самый район, самый грязный у нас в Якутске? А все люди удивятся, все люди думают, 17-й квартал самый грязный, а самый грязный у нас это центр города. От автовокзала до синема-центра. Этот квадратный километр взять оттуда, это самый грязный район. И вот с этого периметра вот сколько мешков мусора ты убираешь тогда вот, когда вот идешь на уборку? Ну, в день у меня получается от 10 до 30 мусорных пакетов. О, это вот с одного только, да, района? Каждый день ты выходишь на уборку, да? Каждый день. Какое время можно тебе выйти и помочь? Ко мне можно выйти либо вечером, либо рано утром. Ну, нужно, наверное, предварительно с тобой списаться, да? В WhatsApp или на социальные сети, да? Угу. Ну, кстати, говоря про социальные сети, мы знаем, что на твоей страничке в Фейсбуке ты вот каждое свое доброе дело, ты как-то нумеруешь, да, и более того, даришь некий алфавит. Например, там, чешский алфавит я видела, юкагирский какой-то еще, вот зачем это, для чего? А алфавиты я взял просто для отчета. 385-е дело будет сделано в день города Якутска. А до этого будет, да, в сентябре месяце, а до этого будет идти долгое 384-е дело. На данный момент сделали более 3000 добрых дел, на этом не будем останавливаться, все дальше и дальше. Дальше ты будешь двигаться уже к юбилейной дате, да, 400 лет, городу Якутску. А насчет алфавита зачем это нужно? Алфавиты взял просто для отчетности, получается. Сколько тебе уже алфавитов накопилось? Уже сделал 74 алфавита. 74 алфавита живут в республике Саха. 74 народа. Ну, а всякие чешские, все-таки чешские-то я видела. Неужели чехи живут в России? Да. Не, в Якутии есть. И даже в Якутии. Я взял в Википедии и поискал народа живущих в республике. И мне вышло очень много. И ты следуешь по этому расписку? Да, я оттуда беру алфавиты и все. Как интересно. Ну, значит, получается, что твое доброе дело в сентябре не завершится, оно продолжится. И действительно, ты можешь уже двигаться к другой юбилейной дате, да? Дорогие друзья, огромное спасибо, Антон, что принял участие в нашей утренней программе. Спасибо вам большое. Он пришел, поднял нам настроение. Я хочу напомнить нашим друзьям, нашим телезрителям, что если вы хотите помочь Антону Васильеву в уборке города Якутска, прежде списывайтесь с ним в WhatsApp или, может быть, в социальной сети на Facebook и выходите вместе с ним убирать территорию. Также, конечно же, я хочу напомнить, что благотворительная акция «Школьная пора» все еще работает. До 25 августа вы можете помочь нуждающимся семьям собрать вещи, констовары, школьную форму, одежду и обувь, и принести ее в город Якутск, улица Крупская, 19, кабинет 313.